В этом году изменилась процедура оформления недвижимости в управлении Росреестра. Почувашии говорят, она стала более удобной. Теперь в стране действует экстерриториальный принцип приема документов. Что на себя представляет журналистам, рассказал руководитель управления Екатерина Карпеева. Сейчас, чтобы оформить права на квартиру, расположенную в другом регионе, ехать туда не нужно. Достаточно принести документы в центральный аппарат управления на улице Карла Маркса в Чебоксарах. В государственный регистр после проверки отправит их по защищенным интернет-каналам своему коллеге в другой город. В нынешнем году уже было подано 140 таких заявлений. Новый 218-й закон также внес изменения в процедуру регистрации прав и кадастрового учета. Теперь можно подать единое заявление и на то, и на другое. Законом установлено 4 случая, когда закон предусматривает одну подачу и на регистрацию на кадастровый учет. Единое заявление. Это создание нового объекта недвижимости, разделение объекта, например, земельного участка, слияние земельных участков, снятие с учета и образование части объекта. Таким образом, для заявителя единая процедура намного удобнее старой. Нужно было раньше обращаться в кадастровый палат, а потом в Росреестр. Сейчас это одна процедура и более сокращенный срок. С этого года зарегистрировать права на дачный домик можно только при наличии техплана. Чтобы его сделать, нужно обратиться к кадастровому инженеру, который придет на садовый участок, сделает обмеры постройки и уточнит ее координаты. Только после этого можно подавать документы на регистрацию прав. Продолжение следует...